доброго дня друзья каждая хозяйка всегда думает что же ей приготовить на обед или на ужин своей семье задается этим вопросом потому что мы готовим изо дня в день так же самое как и я стою на кухне надо дать завтрак что-то приготовить придет ребенок со школы и к вечеру тоже нужно что то готовить сегодня я вам предлагаю три быстрые блюда это будет борщ это будут делуны и приготовим что-нибудь сладкое итак для борща я уже поставила буряки которые варятся дальше у меня получается борщ будет без мяса но на овощном бульоне здесь у нас морковка лук помидоры перец зелень вот такой овощной бульончик тут же я чищу картошку картошка у нас будет как для дерунов сразу же и для борща картошку я начистил высыпаем шинкуем нашу капусту сейчас овощи и фруктов очень много поэтому можно выбирать и готовить очень разнообразные блюда пока наш борщ варится приступим к дерунов картошку я уже предварительно почистила и буду натирать на крупную терку теперь мы берем лук и кабачок сюда добавляем немного кабачка и также вот и все это натираем сначала лук теперь отрезаем кабачок и так как у нас сердцевина такая семечками сердцевину удаляем и кожуру тоже и тоже натираем на терке почистили кабачок и также его натираем после того как все натерли берем яйцо и добавляем яйцо если вы готовите очень много тогда добавляйте два яйца после того как мы добавили яйцо мы добавляем перец приправы перец соль это уже по вкусу у меня смесь перца поэтому я добавляю смесь перца соль я добавляю крупную но если кто любит мелкую можно добавлять и мелкую также любые травки любая зелень все сюда можно добавить и так картошка в борщу сварилась и мы добавляем капусту капусту выкрощите произвольно по своему усмотрению теперь мы в деруны добавляем муку муки добавляем не очень много главное чтоб там оставалась водичка потому что моей семье любят очень тоненькие деруны прям чтобы они светились и были хрустящие поэтому муки тут я добавляю буквально может полторы две столовые ложки на этот объем и размешиваем мне главное чтобы осталась вода воду я не сливаю ничего из-за этого они получаются тоненькие когда я их жарю вот мы размешали и будем жарить после того как у нас картошка и капуста сварились я добавляю свою заправку из домашних заготовок она есть у меня на канале здесь входят томаты лук морковка фасоль то есть овощи без буряка я ее люблю она такая и закусочная можно подать как закуску в то же время ей было из нее очень быстро приготовить борщ то есть этой заправке я беру где-то две-три столовые ложки вот так мы добавили перемешали и продолжаем дальше варить борщ наш варится теперь нам нужно бурячки бурячки часть небольшую я забираю отсюда они уже почти сварились сейчас я кину под холодную воду остальные бурячки я оставлю довариваться до следующего рецепта бурячки я очистила и теперь натираю вы меня может спросить почему я готовлю борщ без мяса потому что я думаю что у нас на второе будут деруны а так как деруны они жирненькие поэтому борщ будет более-менее такой постный но если все-таки вам хочется мясо то мясо можно приготовить заблаговременно сварить например бульон с вечера бурячки мы натерли очистили и натерли добавляем в наш борщ не забывайте теперь посолить и поперчить по своему вкусу а я оставлю борщ томиться где-то на маленьком маленьком слабом огне и так первое блюдо у нас готово приступаем к второму и так берем сковородку растительное масло и так сковородка наша нагрелась сейчас мы попробуем как шипит и так берем с водичкой картофельную массу и выкладываем чтоб там была вода немножко но обязательно должна быть водичка они из-за этого получается очень тоненькие я их вот так еще прохожу ложечкой но обязательно беру с водичкой обязательно прохожу ложечкой вот они у меня получаются вот такие тоненькие переворачиваем вот такие красивые они у нас получаются зажаренные хрустящие такие можно где ручки подать со сметаной со шкварками до чем угодно вероны я уже дожариваю переворачиваем не забудьте подливать масло масло уходит много и вот такие вот красивые деруны у меня получаются светятся и хрустят вот такая краска и так сладкая наша будет тертый пирог почему тертый пирог да потому что в тертый пирог можно положить любое варенье которое у вас осталось дома и которое ваши домощадцы не съели и так приступим мука просеянная 300 грамм аргарин ну где-то 126 грамм пойдет натираем в другой посудке соединяем сахар 50 грамм яйцо взбиваем взбиваем чтобы сахар растворился хорошо до такого состояния жидко после когда взбили добавляем сюда столовую ложку майонеза я на глаз беру и продолжаем взбивать сюда же там где сахар мы добавляем пол чайной ложечки соды гашуная в уксусе гасим соды в уксусе вот так а сюда мы добавляем 7 грамм разрыхлителя то есть чайная это где-то получается чайная ложка и теперь жидкую массу перемещаем там где у нас мука и маргарин и замешиваем тесто замешиваем наше тесто так мы замесили наше тесто теперь мы его делаем одну небольшую часть вторую большую та что большая часть пойдет в холодильник та что меньшая уйдет в морозилку на пару часиков отправляем это все поменьше часть морозится побольше охладиться в холодильнике так наше тесто охладилось мне нужно тесто разложить на вот это декор можно сложить так в бумагу чтобы была ровная форма и раскатать теперь добавляем варенье у меня сегодня смородина можно любое другое по вашему вкусу и желанию достали наше второе тесто с морозилки и натираем его можно конечно так натереть и не сделать такой и вверх но это уже по желанию теперь наш пирог отправляем в духовку наше комплексное меню мы приготовили у нас на первое борщ на второе у нас деруны и на третье тертый пирог варианты могут быть различные это один из вариантов комплексного меню приятного вам аппетита и на третье тертый пирог постоянно кнопки компании отопления отоп bé дом что ��릴 дом � Arab nam